Итак, дорогие друзья, настала не только очередь Дениса Гусева, но и, наконец-то, моя поздравить вас с Новым Годом, пожелать вам счастья, здоровья, главное здоровья в Новом Году, все остальное у вас, надеюсь, приложится, и мой такой новогодний подарок для всех, так как многие-многие из моих даже друзей все-таки не удержались и, соответственно, слегка прикупили, а кто-то даже, возможно, не слегка, Всех в эти праздники будет мучить одна проблема, это похмелье, и, в общем, для вас, чтобы облегчить вам ваши страдания, так сказать, я решил снять этот новогодний ролик, ну и не будем долго тянуть, приступим, а говорю сразу, что мы не будем рассматривать народные средства, будем рассматривать препараты, все они довольно безопасные, и, в принципе, им можно употреблять большинство людей для купирования нашего похмелья. Итак, приступим. Первая группа препаратов, абсорбенты, они вам помогут избавиться от той интоксикации, от того отравления, которое наступило в результате приема алкоголя. И первый такой препарат, который я вам порекомендую, будет фильтром, это настоящий спаситель от нашего похмелья. Это растительное средство с огромным потенциалом абсорбации. Его вы можете измельчить в порошок, пенять до застолья с большим объемом воды. Это уменьшит степень опьянения и предотвратит утреннее похмелье. Также можете использовать смекту. Она снимет тошноту, если она присутствует во время вашего похмелья. Также не забывайте использовать обязательно активированный уголь. Он тоже является очень хорошим абсорбентом. Ну и перейдем к следующей группе препаратов. Они тоже снимают интоксикацию. Первый препарат это антиоксидант, миксидол. Он, в общем-то, снимет интоксикацию именно кары головного мозга. Точнее, не конкретно ее только интоксикацию, но и улучшит подачу кислорода, если вот говорить очень-очень простыми словами. В общем, это такая очень клевая и безопасная штука, которую можно употреблять для того, чтобы вас быстренько отпустило. Это безумно универсальная вещь, миксидол. Всем рекомендую. И даже вы можете пить его в течение недели после праздников, если был длительный прием алкоголя. Сейчас вы немножечко хотите, так скажем, устранить последствия приема алкоголя из мозга. Стать немножко поэнергичней, получше себя чувствовать. В общем, миксидол вам в помощь, друзья. Ну и еще одним средством от похмелья, естественно, будут гепатопротекторы. Наша печень, она очень сильно страдает во время приема алкоголя. И, естественно, нужно купировать. Купировать эти тяжелые состояния, особенно если вы страдаете гепатитами, кстати говоря. Вам обязательно нужно не забыть о таком препарате, как гептрал. Его вам придется прокалывать, но он, как и снимет уже наступившее похмелье, так и не позволит наступить следующему. Вы можете его колоть на протяжении, так скажем, праздников. Или уже после праздников его применять. Он поможет очень качественно очистить организм после алкогольной интоксикации. Также я рекомендую прием в небольших дозировках того, как препарата, как метианин. Метианин, ну, если быть очень-очень просто говорить, то это одна аминокислота, которая тоже является гепатопротектором. Она будет синергировать гептрал. Ну и, в общем, все будет с вами хорошо и с вашей печенью. Также, чтобы с печенью стало еще лучше, ну, я бы советовал хотя бы чуть-чуть вам попить шрот расторопши или масло расторопши, чтобы, в общем, у вас все стало совсем-совсем хорошо с вашей печенюшкой. И, так как мы с вами уже обсудили препараты, в общем, в куче, они очень-очень помогут вам быстро избавиться от похмелья. В принципе, если все, что я назвал, вы начнете использовать, вы его даже не почувствуете в празднике. Но вот, что самое главное. Помимо приема препаратов, вам необходимо помнить, что нужно поддерживать электролитный баланс. Для того, чтобы ваш организм лучше очищался, вы не навредили своим почкам, у вас не формировался отек на лице. Вам нужно использовать после того, возможно, как вы приняли алкоголь, или во время, лучше, конечно, приема алкоголя, или уже на утро большое количество воды. Просто прием препаратов вас полностью не спасет от отеков. Вам нужно много воды, чтобы почки хорошо проработали и вывели всю задержавшуюся воду в организме, которая задержалась благодаря тому, что вы выпили. Также после того, как вы уже пропили все препараты, вы можете профилактически на второй день пропить аспаркам и рибоксин. Если у вас есть какие-то жалобы на ваш миокард, может быть, это будет всего лишь какая-то легкая тахикардия после приема алкоголя, тогда лучше подстраховаться и пропить два таких простых препарата. Чего не стоит делать во время похмелья. Вы не должны принимать нестероидные противовоспалительные, нежелательно принимать ибупрофен, нежелательно принимать диуретики и пить воду, так как неконтролируемый прием диуретиков, особенно таких, как фурусимид и еще какие-то сильные препараты, они могут спровоцировать вообще сбой в вашем организме, и как минимум вы потеряете очень много минералов, микроэлементов, будет очень большой стресс от интоксикации. Ну, это не сильно вас спасет, так как я говорил, все проходит через печень, начинается через печень, и прием диуретиков оправдан тогда, когда у вас действительно сильное отравление, к вам приезжает скорая, вам ставят физраствор и попутно ставят диуретики. То есть, этот физраствор, он вас спасает как раз от обезвоживания. Когда вы сами пытаетесь запихнуть себя в воду и запиваете ее диуретиками, он просто может не хватить этой жидкости, у вас будет развиваться обезвоживание. Конечно, возможно, от него вы не умрете, но выведется магний, калий, витамины. После этого нужно будет принимать витамины, возможно, может начать сводить мышцы, другие какие-то побочки схватите, особенно есть какие-то сопутствующие заболевания у вас есть, поэтому я вам ни в коем случае не советую применять диуретики при лечениях вашего похмелья. С вами был Medical Fitness Кравцев Сергей. Будьте здоровы, дорогие друзья, и с Новым Годом вас, с новым счастьем!